Это вот семенной оставил на семена. Ну ладно, пойдем-то дальше туда. Федор Александрович собирает урожай. В огороде у 77-летнего пенсионера созрели баклажаны, помидоры, инжир. Наполнился сладким ароматами целый сад яблонь. Здесь же у него кукуруза, несколько деревьев, груши, гранаты и хурмы. Все эти субтропические плоды он выращивает без малого полвека, как только Институт горного садоводства выделил ему земельный участок. Там Федор Александрович 30 лет проработал механизатором. Там же научился правильно ухаживать за овощами и фруктами. Все это своими руками он в первую очередь выращивает для своей семьи. А в целом заниматься садоводством-огородничеством подшучивает над собой Федор Орехов. Его обязывает фамилия. Вот когда у меня дома корзина будет полная, а тогда излишки я вывожу на продажу. Вот такое дело. Дочки разъехались, внуки тоже, рассказывает Федор Александрович. Большую часть урожая девать стало некуда. И тут общественники из местного ТОСа сообщили пенсионеру о работе торговых социальных рядов, где место за прилавком не требует оплаты. Теперь ей продукция не портится и лишний заработок появился. Радуется дачник со стажем. Спасибо Пахомову. Сделали столики там. Сейчас хоть приехал, поставил продукцию. Так у меня и цена. Вот этот вот синенький по 70 рублей я буду продавать. Вот. Огурцы продавал, торит по 70. Ну, которые отборные уже, по 80. Огород Федора Александрович расположен в дачном поселке Третья бригада. Отсюда легче всего добираться до Бытхинского рынка. Здесь его встречает глава Сочи. Ждет пенсионера и очередь из местных жителей и отдыхающих, которые уже успели оценить соотношение цены и качества экологически чистой продукции. Ну, во-первых, говорит, не помещается. Значит, надо добавить еще. Вот место, в принципе, хорошее. Вот это хорошее. Летом, в сезон богатого урожая, желающих реализовать фрукты и овощи, выращенные на собственном дачном участке, немало. Да и жаждущих попробовать экзотический для тех же северян кизил хоть отбавляй. К слову, сегодня в Сочи 126 таких социальных мест расположены. Они во всех районах курорта. Мною принято решение добавить этих социальные ряды. Я считаю, что это дополнительный заработок для наших пенсионеров. Таким образом, в общем-то, я думаю, что это мотивация и нашим жителям, чтобы они могли сегодня что вырастили, пошли продали. Какая-никакая копейка, какая-никакая помощь. Дело хорошее, мы видим. Будет оно развиваться. Конечно, лучше эти торговые и социальные ряды все-таки ближе к морю. Почему? Наступит зима, уже здесь, в микрорайонах, поменьше будет отдыхающих. Отдыхающие все-таки будут больше находиться в санаториях, отелях, гостиницах. И поэтому мы сейчас главам района еще раз даем задание, чтобы они отмониторили. И обязательно выставили там, где это будет нужно и удобно. Главное, отмечает Анатолий Пахомов, чтобы эти социальные ряды не превратились в коммерческие. Перекупщикам здесь не место. Задача таких соцсредов – дать возможность заработать местным производителям. А расходы, связанные с обеспечением санитарных норм, муниципалитет берет на себя.